Итак, очередной робот-пылесос. На этот раз представитель самого низкого ценового диапазона. У этого пылесоса нет базы, так что он не заряжается автоматически. И как правило из-за этого он значительно ниже в цене. В комплектацию входит база с тремя салфетками, что-то вроде микрофибры, две запасные боковые щётки, запасной фильтр для контейнера, аккумулятор и зарядное устройство, ну и инструкция на английском языке. Подготовка к работе довольно проста. Закручиваем щётки, устанавливаем аккумулятор в предназначенный для него отсек. Крепим салфетку и устанавливаем на пылесос. Нажатием сверху, как и у многих других, получаем доступ к контейнеру. Контейнер для мусора ёмкостью около 200 мл, который снабжён таким сетчатым фильтром, который ещё есть запасной, кстати. Ну и наконец, после данных манипуляций можно запускать пылесос. В сравнении со старшим братом B3000+, выглядит совсем уж малюткой. У данного пылесоса нет даже дисплея, зато есть светодиоды, благодаря которой, кстати, он похож на летающую тарелку. Светодиоды синего и красного цветов. При зарядке моргает синим цветом, когда зарядился красным. При работе моргает красный и синий, а при ошибке, застревании или когда вы взяли его в руки, красным горит постоянно, а синий слегка и часто моргает. Вот для теста я отправил его под кровать. Там очень быстро скапливается пыль, труднодоступное место, ну и не убираться же там каждый день. Ещё кошак постоянно лазит и разносит всю грязь. Если посмотреть обычным взглядом, ещё, конечно, кажется, что не очень грязно, а вот с фонариком, очень. Приносим пылесос, ставим его туда и включаем. Ну и в общем, занимайтесь своими делами, а пылесос всё чистит. Данная тестовая площадь, конечно, у меня небольшая, и чистка вот всего этого заняла просто считанные минуты. Там, куда смог проехать, естественно, всё чисто. И это при том, что я не прицеплял щётку с тряпочкой, просто потому что забыл. Далее вскрываем контейнер и смотрим, чего он там собрал. Когда я ещё начинал снимать, то я даже не представлял, что будет настолько грязно и столько много мусора. Так как пылесос небольшой, то он рассчитан на небольшие площади, собственно. Конечно, не совсем такие маленькие, как только под кроватью. Так как у пылесоса нет базы, то вы просто относите его в нужную комнату, включаете и ждёте, когда у него кончится заряд. Работает он, кстати, около 45 минут. Карту помещения, естественно, не строят. Есть режим по кругу, вдоль препятствия и просто ездит рандомно. Кстати, заметил небольшую недоработку. Нижняя часть контейнера чересчур выступает снизу, из-за чего крупный мусор, типа вот такого, не попадал в контейнер. Решилось всё очень легко, нужно просто немного подрезать выступающую часть. После этого он стал собирать и такой крупный мусор. Ну вот, наверное, и всё. Такое вот простое бюджетное решение. Просто оставляете его в нужном месте, например, в комнате, закрываете дверь, чтобы он убирался именно там, а не бродил из комнаты в комнату. Закончит уборку он тогда, когда у него сядет аккумулятор. Ну вот и всё. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»